Более 40 рейдов провели за прошлый год в Хабаровском крае в рамках профилактической операции такси. Они проводятся на регулярной основе специалистами Главного контрольного управления Краевого правительства совместно с сотрудниками ГИБДД. В ходе рейдов проверяют наличие всех необходимых документов у водителей различных фирм такси, а также индивидуальных предпринимателей и частных извозчиков, которые установили себе фонарь с шашечками. Да, и далеко не всем удается пройти тест на легальность и фонари, и шашечки такси на борт. Авто нередко бывают нанесены совершенно незаконно. Итогом стало возбуждение более 60 дел об административных правонарушениях, которые направлены в суды. Стоит напомнить, что одним из условий осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси является получение соответствующей рецензии. Без нее такие услуги предоставлять нельзя. Кроме того, автомобили такси в обязательном порядке должны иметь опознавательные знаки. Фонари оранжевого цвета на крыше и те самые узнаваемые шашечки на боковых поверхностях кузова. Причем эти требования должны соблюдаться на протяжении всего пятилетнего срока действия разрешения, вне зависимости от того, оказывается услуга по перевозке в данный конкретный момент или нет. На сегодняшний день в Хабаровском крае официальную предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляет без малого 700 предпринимателей. Разрешение на работу такси имеет почти 2000 автомобилей. Еще раз подчеркнем, что точному учету подаются легальные участники рынка такси. А вот что рынок из себя представляет полностью? Много ли на нем нелегалов и какие нарушения в сфере такси выявляются чаще всего? Об этом мы попросили рассказать нашего гостя в студии Николай Орлов, исполняющий обязанности начальника главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Доброе утро. Мы сказали 700 предпринимателей почти, разрешение почти у 2000 машин. А вот есть хотя бы примерные подсчеты, сколько рынок в целом, в том числе и с нелегалами? Это вопрос очень такой неприятный. Неприятный в первую очередь как раз таки потому, что основную долю рынка, пожалуй, как раз на данный момент и составляют нелегалы. И это очень большая проблема Хабаровского края. И в дальнейшем я, конечно, объясню сейчас, в чем именно эта проблема заключается и с кем она непосредственно связана. Но, к сожалению, по разным оценкам, порядка 80% рынка это нелегалы. И когда вы говорите о том, что нелегальным может оказаться такси, в том числе на котором находятся вот эти оранжевые шашечки, на котором нанесена необходимая цифрографическая схема, здесь есть, пожалуй, тоже маленькая неточность, потому что скорее на нелегальном такси не будет всего вот этого. Потому что вы же наверняка сами видите, наверняка сами пользуетесь услугами такси. Мы сами видим, кто приезжает. И мы видим, что, к сожалению, как раз таки вот этой цифрографической схемы и оранжевого фонаря чаще не бывает, чем бывает. И как раз таки эта самая цифрографическая схема, фонарь, скорее это признак легального такси, я вам скажу так. Но обычно, если заказываешь через тот же агрегатор, через тот же Яндекс, например, приезжает брендированный автомобиль. То есть он полностью розыкрашен и даже можно посмотреть на чеки, кто индивидуальный предприниматель и так далее. Это легальный такси или у них может, например, не быть лицензия, они просто авторизованы в системе? Да, может не быть разрешения совершенно легко и таких, к сожалению, большинство. Дело в том, что мы же понимаем, что современный рынок такси, он практически полностью контролируется агрегаторами. И сейчас без агрегатора работать практически невозможно таксисту. И, к сожалению, да, самая большая проблема рынка заключается в том, что службы-агрегаторы, они осуществляют подключение к своим системам водителей, не обладающих соответствующими разрешениями. И организаций, которые соответствующими разрешениями не обладают. Что касается фирм, оказывающих услуги такси, то верно ли, что это самые добросовестные, дисциплинированные участники рынка? Можно ли говорить так? Нет, так же неверно. Огромное количество нелегалов, в том числе среди организаций, которые осуществляют такую деятельность. Здесь очень важно определиться с понятием, что мы считаем нелегалом. Есть такое вот общеупотребимое понятие, что легальное такси – это такси с разрешением. Ничего подобного. Помимо разрешения, как вы правильно обозначили, есть еще масса других требований. И вот только соблюдение всех этих требований одновременно может говорить о том, что перед нами легальное такси. Причем, если можно даже посмотреть несколько дальше и глубже, ведь помимо требований непосредственно к автомобилю, на котором осуществляется перевозка, к водителю, есть еще и требования, общие требования, не специфические, скажем так, относительно осуществления бизнеса, организациями, которые предоставляют соответствующие услуги. Вот, к примеру, я вам так скажу, что на рынке есть прям просто, не побоюсь этого слова, откровенные, простите, негодяи, которые везде и на каждом перекрестке кричат о том, что они самые, что не есть, легальные представители рынка такси, но на самом деле таковыми не являются, поскольку, ну, как бы ни чуть глубже выясняется, что у них абсолютно нулевая налоговая отчетность, и, соответственно, никаких предрейсовых осмотров там не осуществляется, никакого технического контроля состояния автомобиля, ничего не осуществляется. То есть, все, что есть, это исключительно слова владельцев организации о том, что они самые легальные представители, потому что у них что есть? Есть разрешение. Это настоящие бомбилы такие, можно сказать. Ну, просто с разрешением. Просто с разрешением, да. Знаете, как сыщик с дипломом, сыщик без диплома. Но, смотрите, тогда ведь возникает вопрос, если, не дай бог, что случится, эти ведь люди в итоге не отвечают за безопасность своих пассажиров? В итоге, как вам сказать, ну, с какой точки зрения отвечают или не отвечают? Нет, если случится... Ну, уголовно-то понятно, что отвечают. Да, да. А административно, ну, имеется в виду, то есть, какие-то, может быть, компенсации или что-то еще, страховки. Да, если там ДТП какое-то произошло, например. Если ДТП произошло и причинен ущерб, то в общем порядке, конечно, отвечать будет. Но с точки зрения специфического контроля, контроля, регионального контроля, например, за деятельностью такси, нет, никакой ответственности здесь не будет. В первую очередь, региональный контроль, который осуществляем мы, да, он по существу является контролем, в первую очередь, превентивным, который помогает осуществлять превенцию от подобного рода нарушений. То есть, мы следим за участниками рынка, которые имеют разрешение и контролируем, чтобы они осуществляли деятельность соблюдения всех необходимых требований. И вот здесь хотелось бы отступить немножечко и поблагодарить тех участников рынка, которые, несмотря на такое состояние рынка в целом, все же продолжают осуществлять деятельность с полным соблюдением всех требований. И такие люди есть, и таким людям мы очень благодарны. Ну вот нелегалы выявили, госконтроль не может, да, как вы сказали, повлиять на них, но вот информацию об этих водителях могут ли передать в правоохранительные органы? Здесь дело даже не в водителях, дело в организациях, которые осуществляют. И да, конечно, и конечно, при выявлении таких случаев мы передаем в правоохранительные органы информацию. Более того, в конце декабря правительство края, понимая проблему на этом рынке, обратилось в прокуратуру края с просьбой о проведении проверки в отношении служб агрегаторов. Потому что с правовой точки зрения, что делают службы агрегаторы? Они буквально создают причины и условия, способствующие совершению правонарушений, то есть способствующие формированию огромного сегмента нелегального рынка перевозок. Пока информации о том, что там дальше, нет. В развитии. Да, будем надеяться. А вы сказали, 80% рынка это те, кто работает с нарушениями нелегально. А это вот наша проблема региональная или это в целом такая ситуация по всей стране? В той или иной степени во многих регионах такая проблема существует, но здесь, конечно, масштабы уже достаточно угрожающие. А вот вы знаете, мне еще интересен такой момент. Вот есть легальные, есть нелегальные таксисты. У легальных получается дороже перевозка, да? Почему клиенты идут тогда к нелегалам? Нет. Или то же самое? Или мы просто не знаем? Да, просто не знание. Мы не знаем перед нами легальный водитель или нелегальный. Как клиент мы этого не знаем. Понятное дело, что как контрольный орган он может отличить. Как клиент мы не знаем, кто перед нами в тот момент, когда к нам приезжает тот или иной автомобиль. Пусть даже на нем зачастую нанесена необходимая сфотографическая схема. А вот что должно случиться? Как можно повлиять на вот эту ситуацию, чтобы как-то ее сдвинуть? Что закон о такси менять? Или в том власти Санкт-Петербурга там и кодекс этики таксистов предлагают ввести. Вот что должно произойти? Ну, в первую очередь, конечно, суровое, жесткое нормативное регулирование на федеральном уровне. Пока такого не наблюдается. И на региональном уровне уже каждый проявляет, так сказать, креатив как может. Есть, по большому счету, существуют две возможные схемы развития событий позитивного. Одна из них достаточно жесткая в отношении рынка. Другая, наименее жесткая. Другая подразумевает как раз таки добровольные движения на встречу со стороны, в первую очередь, служб агрегаторов. Что касается жесткой, так сказать, схемы работы с рынком, это совместная работа с правоохранительными органами. И она подразумевает в тех случаях, когда мы видим однозначного нелегала, осуществляющего деятельность, в отсутствии разрешения в том числе, она подразумевает наиболее суровые меры, в том числе со стороны правоохранительных органов, с изъятием транспортного средства и максимально негативными последствиями для водителя. Пока, на данный момент, мы этим путем не идем. Мы, конечно, рассчитываем, надеемся на позитивный диалог со службами-агрегаторами. И вот одна из этих служб, она идет на встречу, но, к сожалению, это не самый крупный представитель рынка с самыми крупными пока проблемы. Но мы надеемся их решить так или иначе. Ну и мы тоже надеемся. Николай Владимирович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию этим утром. У нас в студии был Николай Орлов, исполняющий обязанности начальника Главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!